Перефразируя Жванецкого, про тропическую математику можно спросить, что это что-то новое или мы этим давно занимаемся. Так вот, одной из целей доклада будет показать, что мы этим давно занимаемся. И через несколько минут я покажу, что занимались этим действительно многие люди на протяжении веков. И с разными совершенно мотивациями, и с разными приложениями. А что такое вообще тропическая математика? Ну тут половина аудитории знает, а половина не знает. Ну может быть тоже, кстати, знает. Но половина уж точно знает. Но в двух словах это больше такое. Вот у нас есть арифметика. В ней есть сложение и умножение. Давайте теперь сложение заменим на минимум, скажем. А умножение заменим на сложение. Получится совсем какая-то арифметика. И вот это, собственно, и есть предмет тропической математики. Опять же будет мотивировка, почему это вообще очень естественная вещь. И она возникала по многим поводам. Ну вот, поэтому представьте себе, что там математика, не знаю, со времен, не знаю, в плиты Пифагора, несколько тысяч лет развивалась. А теперь мы вот должны вообще всю арифметику заменить в ней две операции. То есть фактически нужно создать какую-то параллельную математику. Ну вот этим мы и занимаемся. Но поскольку это, сами понимаете, огромная работа, нас мало, то все живающие могут присоединиться. Сам термин тропическая, это такая антидотическая история, там лет двадцать назад возникла. Сидели там два мужика на пляже Бразилии и стали обсуждать, а как назвать то, чем мы занимаемся. Ну поскольку они вот посмотрели так вокруг, вдруг тропики там какие-то. Ну давай назовем тропическим математиком. Ну так и пошло. Ну я вот сначала какие-то определил основной объект тропической математики, а потом поговорю о мотивациях и приложениях. Вот основной объект это тропическое полукольцо. Значит у нем вот есть там две операции. Вот я буду так обозначать, это как бы аналог сложения и аналог умножения. Ну например, что если t это вот упорядоченная там полугруппа, тогда из нее можно создать тропическое полукольцо и с операциями в качестве сложения, как говорили у минимума, и вот умножение, это вот сложение наоборот. Операция, собственно, в полугруппе. Если это группа, то тогда у нее есть обратный элемент, и тогда это можно говорить не просто о полу-кольце, а о полу-поле, если она еще о коммутативности. Ну не коммутативности, а полу-тело там. То есть в общем разные комбинации возникают. И вот операция вычитания, она будет играть роль тропического деления. Ну примеров много. Ну например, можно взять неотрицательные целые числа, или неотрицательные целые числа с добавленной бесконечности. Это вот тропические полукольца. При этом, ну понятно, что они замкнуты относительно единственного сложения. При этом всегда вот бесконечность играет роль нейтрального элемента нуля. Ну а ноль играет роль единицы. Ну еще пример. Там можно взять все целые числа, все целые числа с добавленной бесконечности. Ну вот пример некоммутативного полукольца тропического, это, скажем, полукольцо n на n матрицы. Ну над, скажем, чем-нибудь, над полу-поле там, с обычным там правилом умножения матрицы. Вот от примера полукольца это будет основной объект. Другой важный объект, конечно, это многочлены тропические. Что это такое? Ну о чем основном? Ну вот это просто степень, так вот просто следуя классической традиции, просто степень переменной сначала берем, это просто мы взяли ее там как раз умножили тропически или сложили классически. Ну можно теперь взять какие-то степень переменных, еще на коэффициенты умножить, но это уже будет такой совсем настоящий маном. И в тропической степени это называется вот так же как вклад классической математики, просто суммы степени. Ну а иногда полезно, иногда полезно рассматривать, что такое эти функции из себя представляет классический. Ну классический это тропический маном, это просто будет линейная функция. Линейная функция, ну вот правда с целыми, целыми коэффициентами при перемененных. Ну а, так сказать, свободный коэффициент может быть вообще для любых. Ну и вот мы определили тропический. Вообще, полезно имеет одно следующее, что для рассуждений лучше использовать язык, лучше использовать язык, ну вот обычных операций, тропических. А для вычисления лучше использовать классический язык, то есть перейти на обычные линейные функции. Ну вот определив маномов, мы можем определить многое. Это тропический, это просто сумма маномов, все тропическое. А классический это просто будет минимум из линейных функций. Ну или, что такое минимум линейных функций? Такая кусочная линейная функция, да еще и выпеклая. Ну, с ограничениями на целость коэффициента. Ну и вот то, что это все более-менее так соответствует тому, что классически происходит ситуация. Ну вот чуть-чуть необычное, это как определяется ноль. Вот тропический ноль. Вот что такое тропический ноль, там многочленное? Это вот x, там, вектор является тропическим нулем, если вот минимум достигается, по крайней мере, там, для двух маномов. Ну или на геометрическом языке, вот как мы говорили, что это у нас тропический многочлен, это такая кусочная линейная выпеклая функция, это вот те точки, где функция негладкая. Точки так стыка, стыка вот этих линейных кусков. Это и есть нули. Ну смысл этого будет понятен чуть дальше. Вот теперь я поговорю, после вот этого базовых определений, поговорю немножко про исторические, вот там действительно было с разных сторон к этому приходили, и разные мотивации из разных областей математических приложений. Ну вот, значит, пришедшие из матфизики, это, значит, такое, как бы, логарифмическое масштабирование. Значит, этим занимался академик Виктор Маслов и его там, и его коллеги, там, Ледвинов покойные, там, около кольцов и другие, да. Значит, вот, что мы делаем. Значит, вот берем параметр t, и фиксируем, и определяем мы две такие операции. Значит, вот одна будет, там, t умножить на вот, значит, сумму логализмов там. Здесь, видимо, разделили на t, здесь умножили на t. Ну и другая операция, это просто, на самом деле, если мы заменим здесь плюс на умножение, это просто сложение. Ну и вот, если мы t устремим к нулю в этом масштабировании, то мы получим просто максимум. Ну, я говорил про минимум, но, на самом деле, совершенно двойственная теория это с максимумом, если минимум. Вот, так что, это вот такая, получается, в их, на их языке, как они говорят, деквантизация, значит, вот, когда t восприменим к нулю, это вот, как бы, и у нас получается вот то, что у нас определили бы раньше на тропическое полукольцо. Что делали, что делал Маслов и вот его сотрудники? Они, ну, уравнением, брали уравнением от физики, так трудно решать, вообще говоря. Вот, они упрощали арифметику. И тогда часто получалось, что в этой упрощенной арифметике уравнение уже можно решать. Ну, и что-то можно, и что-то уже можно сказать про исходное уравнение. Вот это вот, да, и они называли, поскольку это было еще до тропической эры, тем нечет добро, к слову, появилось. Они это называли и депутатной математикой. Ну, потому что максимум или минимум это и депутатная функция. Максимум, ай-ай, это просто а. Сложение, то есть, если это аналог сложения, а просто а. Это вот один источник. Другой источник, он пришел в целом гибридической геометрии, и это вот, это как бы он принадлежит Ньютон. Вообще Ньютон, по-видимому, был первым тропиканцем. Хотя, вот я с Максимом Концевичем говорил, он на кого-то ссылался, что, ну вот, считается теперь, что альхорезные у него были очень похожие вещи, но у него так всегда было неформально. Вот, скажем, первый формальный был, это был уютный. Он действительно вот он занимался вот чем. Значит, он решал алгебраические уравнения, то есть, ну скажем, полименальное уравнение вот в терминах того, что через 200 лет было названо рядами Пьюизон. Потому что Пьюизон доказал, что такое ряд Пьюизон первых. Значит, это ряд, у которого показатели рациональные, с фиксированным каким-то знаменателем. Ну вот, значит, это вот, понятно, что они образуют некое поле. Ну и вот, собственно, Ньютон, он придумал метод, как разлагать, классическая вещь, как разлагать алгебраическую приводу в ряд Пьюизон. То, что было касательно пошли ряд Пьюизон. А Пьюизон, собственно, доказал, что это поле, поле алгебраический замок. То есть, действительно, любой там многочлен имеет вот, там, в степени N, то он имеет N, решение вот в виде Пьюизона. Ньютон, более того, там предложил алгоритм, как это, вот, с помощью вот этого, как раз, нововольника Ньютона Ньютон, как разлагать. Ну, вообще, вот, из этого алгоритма Ньютона видно, почему, вот, как я определил на прошлом слайде, корень так немножко необычный, что там два монома, минимальных монома должны, по крайней мере, два минимальных монома должны быть. Если вы будете вот так честно, это такая, вообще, ну, пройдет все это упражнение, просто честно будете подставить вот этот ряд с неопределенными коэффициентами уравнений, ну, вообще-то, систему уравнений, и будете пытаться искать решение, то уравнение на первый, на самый, ну, на первый, там, самый, там, очень младший показатель, Севакрис Тинолера смотрит, на самый младший показатель, оно будет именно тропическое, то есть он нужен будет действительно увидеть, что два, там, минимальных показателей совпадают, и где-то, тогда у нас есть шанс вот этот ряд продолжить. Вот это, собственно, то, что делает Ньютон. Вот это вот, как бы, вторая мотивация, ну, такая некая, на самом деле, комбинация вот этих двух мотиваций, она была, привела к, так называемому, амилову, когда брали алгебраическое многообразие, то есть какие-то, там, точки, уговоречным уравнением, и у них брали вот этот, скажем, логарифм, то есть, ну, Т умножить на логарифм от, на самом деле, модуля. Вот, если Т умножить на логарифм от модуля, взять вот точку многообразия, получена такая забавная фигура, которая называется амиловый. И вот когда Т тренинется к нулю, вот у нас получается то, что называется тропическим многообразием. Это вот, как бы, еще одна мотивация и еще один источник. Теперь источник из информатики. Это, кстати, он, этот алгоритм был в годах 50-х, я вот когда, там, в 90-х годах преподал в Америке, о студентах еще рассказывал. То есть он был в очень старых еще в учебниках по алгоритму. Вот пусть у нас есть граф, у которого веса на ребра там, типа W и. И мы решаем такую задачу. Мы хотим для каждого К посчитать, вот для каждой пары вершин и ежи, минимальный вес путей между ежи. Вот так одновременно. Вот нетрудно сообразить, что это, вот чем и равносильно. Это равносильно тому, чтобы посчитать тропическую катую и степень вот матриц весов. В точности. Вот так что тоже, вот еще один источник, еще дотропическая эра. Теперь вот еще одно приложение, это в теории расписания. Вот пусть у нас вот такая ситуация, довольно часто возникает. Вот есть какие-то работы, их буковки и их означает. И какие-то машины, которые там работа выполнения. ЖИ. И вот машина ЖИ выполняет работу и за время Т и ЖИ. Вот разные ограничения есть. Ну, например, что там одна работа должна быть, а после другой работа выполнена. Ну, значит, это в терминах, если мы обозначим там время начала, то есть, да, время начала выполнения работы и машины ЖИ, то, значит, последнее ограничение, оно будет переформулировано таким образом. Это вот типичное тропическое ограничение. Ну, оно не совсем в точности то, что я описывал, но оно эквивалентно. У нас получается, вот, там не нравится такого вида. какие-то переменные, больше или равно очень минимума, вот таких суток. Это тропическое, тропическое, или иначе мин плюс, мин плюс ограничение. И еще могут быть какие-то ограничения, что там одна машина не может быть, не может выполнять две работы, когда вот у нас получается там, ну, вот ограничение, ограничение такого сутка. И вот у нас в итоге получается вот такая система, она не совсем тропическая, но она почти тропическая, она ей эквивалентна, на самом случае. Вот таких мин плюс линейных уравнений. И эта проблема эквивалентна тропической линейной системе, о которой я чуть позже скажу. Ну, и вот это такая совершенно реальная задача составления расписания. И вот, во-первых, в Голландии есть такой скрайвер, он написал такой трехтонный даже учебник по всякой оптимизации. И вот он просто вот пробил это дело, что вот теперь расписание поездов в Голландии составляется вот в точности по алгоритму вот решение вот таких систем мин плюс линейных неравенств. Вот так я перечислю несколько мотиваций. Еще есть, там, совсем нарративно, кратко перечислю, была такая недавняя история забавная в Англии. Там такая Элизабет Болдуин, она где-то в 13-м году, по-моему, придумала, что задачи, ну вот скажем, проводятся аукционы. Задача такая, как установить начальную цену какого-то локена на аукционы. Ну вот она заметила, что эта задача там, она описывается там некой тропической кривой. На самом деле, за 12 лет до нее, там, в 2001 году у нас ребята из Москвы, Данилов, Корзанов, Кашевой, они в точности это сделали. Ну, сделали и сделали, вот, а не забыли. А она как бы, как она утверждает, независимо это сделала, и теперь она после этого бросила математику, и теперь она консультант банка. И вот Англии так проводятся аукционы. Еще одно приложение, совсем уже такое необозримое, это к нейронным сетям. Для того, чтобы нейронные сети, вот которые для анализа там больших данных, ну типа распознавания лиц, или там движение роботов, или для таких более баловства, там типа игры ГО, они состоят из узлов, которые как бы моделируют нейроны, а еще там 60-х годов было принято, что нейрон моделируется некой функцией, которая на самом деле тропическая. Поэтому вот узлы, вот узлы вот этих огромных сетей, они тропические. Ну и вот там дальше возникает задача, как это функционирует, как это интерполировать там разные функции сложные, типа вот этих всех распознавания, игр ГО и все прочее. Так что приложение масса. Ну я после этого введения так более-менее перейду к результатам. Ну вот как мы говорили, что теперь мы должны строить новые здания, то есть уже оно там устроится, но вот мы строим его потихонечку. Тропические математики, такой как бы параллельной математике. Ну и алгебра начинается с линейной алгебры, так вот тропическую алгебру мы тоже начнем с тропической линейной алгебры. Ну вот, разрешу такое теперь тропическое линейное уравнение. Ну вот, тропическое линейное уравнение, это вот просто вот в точности как если... Просто вот линейность означает здесь, что у нас просто вот участник одна переменная. Как мы говорили, степень. Что такое степень? Степень это вот та степень, в которой учатся перемены. То есть на самом деле те коэффициенты, но здесь коэффициент один, вот поэтому степень один. Ну а это еще а и ж, это дополнительный коэффициент. Ну из этих коэффициентов мы составляем матовницу. Вот она и задает нам тропическую линейную систему. Ну и просто, смотря на первый слайд, что такое решение, это вот решение X, это решение, если в каждом уравнении найдутся 2 или 2 колоночки, то есть 2 манома, на которых достигается минимум. Ну просто мы в точности смотрим на определение. Мне понадобится для ценных сложностей дальше сказать, что всегда можно эту систему сдвигать, то есть прибавлять один и тот же элемент ко всем, поэтому можно считать, что там минимальный элемент вообще тот ценных это нуль, ну а пусть ему максимальный какой-то, если он конечный. То есть могут быть и бесконечные элементы, но до конечного на интервале, в интервале 0. Ну вот забавно, что уже на уровне линейной амбры наблюдается много отклонений и совпадение с обычной классической линейной амбры. За правая часть в этой системе не нужна? Вот в том-то все дело, что в тропической нет никакой, нет никакой правой части. Вот еще раз, давайте, значит, вернемся к исходному определению. Что такое значит, значит, что такое 0, 0 многочейных. Это просто вот такой элемент, что, то есть такая точка, что достигается минимум, по крайней мере, на двух мановых. Все. Понятно. Мы не пишем, что это равно 0. Это немножко психологически так, вот такая некакрутость при изучении тропической математики, что там нет никакой правой части. Не, ну формально-то можно было это приравнивать к каким-то еще числам? Или это в этом смысле нет? Нет, тогда вот, если бы мы писали бы, да, можно было больше что сделать, можно было бы написать, что там вот этот минимум, там правил кому-то это получилось бы чуть-чуть другая, чуть-чуть другая ситуация, это называется мин плюс уравнение. Она эквивалентна, действительно, она эквивалентна тропической, но, ну, все-таки разница некая есть. Но в таком, в алгоритмическом смысле и даже в смысле там, не знаю, многообразия, она эквивалентна. Но все-таки нужно было бы такие слова сказать. Поэтому, ну, давайте вот на этом языке говорить, хотя действительно можно было бы и на языке мин плюс говорить. Ну, вообще, что можно сказать? Например, если у нас, ну, вот как классическая ленина, если у нас уравнение, это однородная система, как мы видим, действительно, она однородная. И если однородная система, как мы знаем, уравнение меньше, чем неизвестно, то она имеет решение. Вот правила Крамера. Вот она, вот, правила Крамера тоже есть тропической ситуации, вот, тоже можно написать на очень похожей форму. Теперь если уравнение в столько же, сколько неизвестно, то есть, там, система квадратная, она и она, тогда вопрос в классической ситуации решается определителем. В классической тропической тоже оказывается. Вот рассматривается такое тропикализация определителя обычного. То есть, смотрите, что мы делаем. Мы в формуле для определителя заменяем, коэффициенты все там, игнорируем плюсы и минусы, конечно. А в формуле для определителя берем все вот назначения, то есть, все такие перестановки, и умножение заменяем на сложение. И дальше берем минимум. Вот это такой тропический определитель. И тогда говорится, что, значит, вот система там тропически не сингулярна, если вот этот минимум достигается на единственной перестановке. Ну и в точности как в классической ситуации, если определитель, мы знаем там, не равен нулю, но в данном случае он не сингулярный, то система тропическая имеет решение квадратное тогда и только тогда, когда определитель, так, она не имеет решения, когда он не сингулярный. Вот так. Это для квадратных систем, если угодно, ответ совпадает с классической. Ну вот тут интересен, но дальше мы знаем опять же, что есть замечательный алгоритм для решения системы. Просто через определители там все выражается, система здесь в классической ситуации, и алгоритмы там имеют хорошую сложность или, как говорят, по крайней мере, по крайней мере, по минимальному или даже лучше. А в тропической это не так. Это огромная проблема. И вот в первую часть доклада я буду просто говорить про эту проблему. Вот какова сложность решения тропических линейных систем? Ну вот, что известно. Вот пусть у нас есть тропическая там линейная система, там M на R. Ну и вот как я говорил, что коэффициенты имеют от нуля до R. Конечные. А могут быть еще и бесконечности. Которые играют в роли на тропического нуля. Так вот, есть алгоритм. Он независимо был построен, но и вот такой группа людей из Парижа и Бутерманса живет Москвы. Значит, который имеет сложность вроде бы хорошую. N, M маленькая и M большой. Ну и более того. Более того, значит, если алгоритм, что он делает? Какой у него выход? Если решение есть, то он его выдает. То есть он выдает какое-то решение на взгляд с бесконечности. То есть какие-то целые и, возможно, бесконечные координаты. Если его нет, решения нет, то он находит препятствие существованию этому решению. А препятствием является, вот как мы говорили, если система квадратная, то у нее нету решения тогда и только когда вот этот тропический определитель не сингулярен. Но вот она находит такой подопределитель N, N, который является препятствием. То есть либо решение, либо препятствие к нему. И вот в терминах там сложности это говорится так, что проблема принадлежит классу N, P и COINP. Это означает, что дается сертификат для положительного решения, а COINP означает, что дает, это вот решение само, а COINP означает, что дается сертификат для, когда решения нет. В отрицательном случае. То есть вот такое там подопределитель. Ну и вот открытая проблема. Действительно это вот очень такая, по-русски, челленджи-проблема. Заложная такая проблема. И уже лет 40 я занимаюсь кучей людей. Было много неверных публикаций, что можно ли эту задачу решить там чисто прелемиальное время. То есть, чтобы зависимость была от M и N, но это тут уже лучше не сделаешь. Но от коэффициентов, как от логовекина. Нет, M от логовекина. Вот. И, ну, я скажу потом, что задача действительно фундаментальная. И основанием это является то, что очень много задачи и эквивалентны. Очень. Фактически все задачи линейной алгебры и эквивалентны. Тропической линейной алгебры. Ну, давайте два слова скажем о рамках. Ну, вот, как мы знаем, в классической линейной алгебре разрешимость линейной системы описывается рангом. Здесь это тоже верно. Но вот, но здесь ранг не один. Здесь рангов разных ног. Вот, тропический ранг, он действительно аналогичен, знакомому совсем классическому. Это максимальный размер тропических и стегулярных квадратных подновиц. Вот. Но есть еще ранг Капранкова, например. Для этого сделаем следующее. Значит, назовем подъемом матрицы А. Подъем ее в поле рядов Ньютона Пьюизов. Таких, что тропикализация, тропикализация каждого ряда, это будет, вот, наш исходная матрица Айджи. Теропикализация Айджи, это, вот, как мы говорили, это младший показатель в ряду. Вот. Ну и ранг Капранов определяется как минимум рангов подъемов матрицы. Ну, имеется такое неравенство между рангами, и они не всегда, они не всегда совпадают. Ну и вот, в отличии от классической ситуации, ранг очень трудно вычтить. Ну, когда вот матрица квадратная, да, это вычтить легко. Это полемиальное время, и это свой сверстный алгоритм. Вот. А когда для, в общей ситуации, вычтить ранг, это иногда трудная задача. А с рангом Капранова еще хуже. Это просто задача неразрешимая. Если узнать, что ранг, например, ранг равен ли ранг 3, ну, это, сюда сводится решение ассистентом полемиальных поравнений, что, вот, скажем, над полем рациональных функций, над конечным полем, это задача там неразрешимая. Но над рациональным полем это неизвестно вообще, разрешимое мнение. Задача очень трудная. Вот есть еще ранг Барвинка, я не буду на него устанавливаться. Ну, вот, опять же, вот теперь такая положительность, вот тут все-таки какие-то отрицательные свойства были, что ранг неплохо вычислимы, но все-таки положительные свойства, что разрешимость и линейные системы можно выразить в теременных рангах. Ну, вот, действительно, что система разрешима линейная, тогда и только тогда, когда, опять же, как в классическом случае, ранг ее меньше, чем число столбцов. Ну, и это эквивалентно удивительным образом, это уже более удивительно, это эквивалентно тому, что ранг обратного тоже меньше, чем число столбцов. Задача, опять же, теперь отрицательные некоторые свойства, что вычисление, вот, если мы хотим вычтить размеры из пространства решения линии антропического многообразия, это, вообще говоря, калийдральный комплекс, то есть объединение многогранников. То есть задача дополненная. Как мы знаем, в классической ситуации эта задача решается, ну, мы находим базис пространства решения, ну, и вот, что элемент базиса есть, размерность. А здесь это, ну, очень трудная задача. Теперь давайте рассмотрим такую задачу. Вот, опять же, в классической ситуации она легко решается. Вот, у нас есть две системы, мы хотим узнать, совпадает ли у них пространство решений. Вот. Эта задача, вот, оказывается, она равносильна тому, чтобы узнать вообще, что имеете решение, система, там, тропический лень поравнений. То есть эта задача не сложнее. То есть, опять же, она сводится к той же задаче, вот, какая проблема на самом деле. Это вот вопрос, между прочим, ответ был на вопрос Воевовского. Это ему нужно было... Он не сказал, для чего это ему нужно, но я так понял, что это ему нужно было для его унарных оснований математики почему-то. Ну, как-то вроде он не успел это все приложить. Еще одна задача, которая будет валент на системе решения, разрешимость системы лень поравнений. Это вот такое, как бы, тропическое, если угодно, линейное программирование. Теперь мы вводим на неравенство. Вот, давайте рассматриваем... ... ...